На сегодняшнем уроке рассмотрим ошибки по предыдущим темам, проанализируем, как правильно играть и петь песни, исправим ошибки с чередованием баса и закончим тему написания аккорда H или B и научимся играть второй куплет и второй трепет щипком 13 косметов. Сегодня у нас будет обзорный урок по предыдущим темам и сегодня мы рассмотрим ошибки, которые у нас могли возникнуть. Одна из распространенных ошибок это когда у нас напряженные пальцы. Пальцы должны быть мягкими и тогда звук будет вот такой. Как только пальцы напрягаются, тогда звук становится упругий и жесткий. И он тогда будет вот такой. Расслабление достигается путем понимания смысла точки опора. Рука приходит в это место и здесь расслабляется. Отсюда она приходит на точку большого пальца и расслабляется здесь. И тогда эти пальцы уже могут расслабиться. То есть напрягается только у нас большой палец. На него идет вес всего локтя. А остальные пальцы должны расслабиться. В одном из уроков мы обсуждали уровни памяти. У нас есть глубокая память, фантомная и мгновенная. Когда мы начинаем смотреть на листик и петь песню с листика, в этот момент у нас возникают проблемы с правой рукой. Потому что информация, записанная в подсознании, начинает сразу выдавать то, как она там записана. Поэтому нужно петь песни не по листику, а петь песни наизусть. Сначала нужно выучить слова, потом отрепетировать аккорды, составить это все вместе, а потом начинать петь песню. В момент, когда мы начинаем петь песню, то нужно сконцентрироваться на процессе, который происходит посередине. Примерно это выглядит следующим образом. Можно смотреть сюда. Или можно смотреть на листик с песней. Но крайне всего смотреть посередине. И видеть процесс, который происходит в этой руке и в этой руке. Нужно представить себя просто пианистом, который играет и двумя руками делает совершенно разные движения. Но он смотрит посередине и анализирует, что происходит в двух руках одновременно. Следующая распространенная ошибка будет, если мы неправильно поставим слова над чередованием баса. Мы разобрались только, когда мы ставим аккорд над первой тоникой. Когда мы ставим аккорд именно над слоганом. Но не нужно забывать о том, что у нас есть чередование баса. Шестая и пятая струна. Когда мы играем пятую струну, то в этот момент произносится тоже какой-то слог. И важно, чтобы этот слог соответствовал тому, который в песне. И очень важно, чтобы это было именно ударение в слог. Давайте подробнее поговорим об этом месте. Когда мы играем один такт ми минора, вот здесь. У нас сюда входят слова. Море, только море, закор. И начинаем мы играть шестой струны с тоники здесь. И чередование баса у нас должно прийти вот здесь. Синее море, только море. Вот здесь у нас должна сыграться пятая струна. Шестая, это пятая, новый такт. И вот здесь у нас будет стоять вторая пятая струна, которая будет во втором такте ми минор. Вот здесь кормовой. Потом просто пятая струна играется. Синее море, шестая, и далёк. И вот здесь у нас стоит пятая. Море, и далёк он, путь до моря. Для того, чтобы эти места сыграть правильно, нужно это услышать, как это поётся в песне. У нас есть слова, которые находятся в конце такта. И ошибочно эти слова растягивать, произносить заранее. Ну, например. Море, только море, за коробой. Синее море, и далёк он, путь до моря. Слово «домой» оно звучит вместе. До, мой. Поэтому последний слог «до» должен находиться в самом конце такта, а никак не в середине. Синее море, и далёк он, путь до моря. Сегодня мы вспомним старую тему про обозначения аккорда Си. У него есть два обозначения H и B. И сегодня на примерах мы посмотрим, где и как это используется. Для примера возьмём песню Казанова, «Бутузов», «Доктор твоего тела» и одну из современных песен. Значит, чтобы определить, разобраться с аккордом H, нужно понять, где у нас стоит аккорд B. Вот аккорд B стоит. То есть, если в нотной записи мы встречаем аккорд B, это не сразу будет аккорд Си. Возможно, это вот как вот здесь вот. Вот аккорд B стоит у нас в современной записи. И для этого нужно просто найти этот аккорд в других вариантах. То есть, полистать эту же книжку и посмотреть, что у нас ещё есть. Ну, допустим, в этой песне, там, где аккорд B, у нас больше других вариантов нет. Вот сюда стоит B. А если с этой же книжки взять песню Казанова, вот у нас стоит аккорд H. Или вот он. Это означает, что аккорд, который здесь B, это будет Си бемоль. А с современными книжками будет та же самая ситуация. Вот аккорд у нас B. А вот прямо же рядом стоит Си бемоль. Сейчас чуть увеличим. На прошлом уроке у нас было домашнее задание. Проставить аккорды во втором куплете и во втором припеве можете сравнить с тем, что у вас получилось. Должно было получиться вот так. Шепчутся волны, издыхают и зовут. Но не поймут они чудные, не поймут. Следующим домашним заданием будет проставить аккорды в остальной песне. Вот слова. На прошлом уроке мы разобрали новый признак излечения щепок. И сегодня мы поговорим, как мы будем играть второй куплет и второй припев щепком. На прошлом уроке я говорил, что этот щепок у нас будет в размере 12 к 8. Что такое 12 к 8? Это размер 6 плюс 6, получается 12. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Шепчутся волны, издыхают и зовут. Но не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами, вечными пьяными, Там за туманами, вечными пьяными, Там за туманами, нас ждут. Для того, чтобы уложить в размер этот щепок, нужно сыграть вот такое количество щепка. И вот тут он у нас делится. То есть получается в одном такте у нас будет 4 ноты в басу. Раз, два, три, четыре. Для того, чтобы сыграть один такт песни Там за туманами, нам нужно будет в басу сыграть 4 раза. К примеру, если возьмем аккорд ля минор, это будет 5-4, 5-4. Куплет мы играем перебором номер один. Первый куплет. Припев тоже играется перебором номер один. А второй куплет и припев будет играться у нас щепком 12-8. В первом переборе у нас разница от щепка 12-8 в том, что в переборе мы будем играть 2 раза в басу. А щепком 12-8 будем играть 4 раза в басу. Это нужно для того, чтобы у нас соединилось количество аккордов в куплете в первом и во втором. Субтитры создавал DimaTorzok